лучше убрать никто из вашей души не уберет того мира который был у вас и вашего сына это у вас как у матери у сына как у человека который вас обожал но дело в том что любое страдание увеличивает страдания если об этом страдании трубить именно поэтому любые страдания их необходимо переживать самостоятельно если у вас произошло такое горе то не наслаждайтесь этим горем потому что когда человек старается всему миру сказать это и всему миру объясните всего мира обвинить всему миру то это приведет его к разрушению страдание она ваши она дано вам оно должно произойти у вас это страдание не заставляйте весь мир вместе с вами страдать не будьте источником страдания если это наказание то пусть она будет ваши они всего мира если такое страдание произошло то закройтесь выплачьтесь скажите я все равно проживу жизнь от начала и до конца ну и фото что фото разве его нет вашей душе разве его нет вашей жизни а что фото фото заставляет только страдать и вспоминать а так ничего нельзя вернуть поэтому фото на время лучше убрать поэтому нужно понять для себя что жизнь все равно будет продолжаться и все равно она будет продолжаться и вам ее пройдет придется прожить от самого начала до самого конца почему забрали от чего это произошло пути господни неисповедимы все это промысел божий это все может быть одновременно и расплата за что-то обычно это расплата за шару я обычно об этом рассказы это когда человек говорит там я проеду куда-то платить не буду я сделаю что-то на шару это шара накапливается и потом у человека забирают что-то дорогое сегодня один из учеников школы с которым я разговаривал он говорит ты представляешь у меня был такой знакомый он все делал на шару займет у тех ничего никому не отдает и вот все делал все время там подвези не заплатит там у кого-нибудь стянуть и так далее говорит ты представляешь богатство и в общем-то человек смог себе сделать и имя и богатство но внезапно умер а внезапно он умер потому что должен был очень много должен был все делал на шару все старался позабирать обычно либо детей забирают либо у человека его жизнь ну в его случае ему повезло он видимо никого не любил забрали его жизнь но это не моё объявление обвинение но есть другой вариант этим миром управляет две силы одна сила это сила созидающие другая деструктивная разрушающая деструктивная разрушающая сила она не любит людей которые заявляют о себе как о человеке абсолютной доброты потому что доброта разрушает этот мир доброта разрушает этот агрессивный и несправедливый мир и очень часто такие люди которые являются проявлением абсолютной доброты и абсолютного благородства абсолютного милосердия без капли внутренней грязи такие люди они начинают болеть почему они в этом мире могут быть как белая ворона и будучи белой вороной вот такой привлекают внимание деструктивных сил и когда деструктивные силы не могут такого человека победить то единственное что остается уничтожить вот такого человека ну для этого чтобы этого не происходило необходимо быть одним из членов эзотерической культуры в конкретном случае лучше быть учеником эзотерической школы кого